Здравствуйте! В эфире программа «Панорама». Ещё Шекспир писал, есть многое на свете, друг Горацию, что и не снилось нашим мудрецам. Однако то, о чём рассказывает следующий гость нашей передачи, Юрий Васильевич Малин, превосходит все предвидения Шекспира. Итак, у нас в гостях Юрий Васильевич Малин. Юрий Малин. Окончил факультет биомедицины Высшего технического училища имени Баумана. Научная специализация высокие технологии в области управления сознанием личности. Автор обучающей программы неординарной возможности психики в бизнесе и политике. Автор многочисленных научных работ по психофизическому воздействию на человека. В качестве специалиста по психотехнологиям успешно принимал участие во многих политических выборах. Добрый день, Юрий Васильевич. Спасибо большое, что Вы согласились дать интервью нашей программе. Вы специалист по психофизическому воздействию. Как объяснить термин психофизическое воздействие? Что это такое? Есть ли у него какое-то рациональное объяснение? Есть ли у него физическое объяснение? Ну, вообще человек, как объект биологической природы, так же, как и всё окружающее, естественно, представляет из себя довольно сложную систему, которая взаимосвязана с окружающим пространством. И, естественно, в каждом человеке заложен некий потенциал, который в процессе эволюционного развития человека как вида подвергался различным, так сказать, внешним воздействиям в плане приспособления к окружающей действительности. Ведь общеизвестно, что в древние времена человек, так сказать, не имея возможности использовать технические средства, которые на сегодняшний день известны человеку, основные упоры делал на собственные психофизические возможности. Он развивал, скажем, паранормальные способности, развивал мощь своих мышц, так сказать, а позже вдруг для человека открылись, скажем, очень интересные истины, что, оказывается, возможности психики можно распространить и на окружающую действительность. Человек подсматривал за животными, он видел, что удав смотрит на кролика, и кролик ползёт в пасть удава. Человек задумался, почему нельзя реализовать на практике эти возможности, скажем, используя собственные возможности психики. И вот упорное думание, скажем так, направление мысли на эти возможности, как ни странно, запускало внутренние механизмы их реализации, так сказать, ну, в плане физического общения с окружающей действительностью. Ведь так же, как шимпанзе можно приучить палкой, скажем, пододвигать себе банан, она запоминает эти действия, точно так же можно расширить круг психофизических возможностей психики человека, регулярно тренируясь в этом направлении, и научить человека подчинять себе, скажем так, окружающую действительность. Мы в океане энергии, эта энергия существует извечно с момента зарождения Вселенной, и есть, скажем так, способы, механизмы взаимодействия с этим энергетическим полем, информационно, скажем так, энергетическим полем, и воздействие не только на него, но и опосредственно через него на объекты, окружающие нас в действительности. Ведь древние жрецы, маги, чародеи, колдуны владели этими технологиями, вот, скажем, попытки объяснить строительство пирамид или, так сказать, передвижение других массивных предметов фигур на острове, скажем, Пасхи или на островах Полинезии, объяснимы с точки зрения как раз этих психофизических возможностей. А как измерить физический потенциал вот этого психофизического воздействия? На сегодняшний день приборов для измерения психофизического потенциала человека не существует. Как можно померить возможность энергии мысли подключиться к окружающему энергоинформационному полю? Значит, существуют различные попытки объяснить способы технологические приемы, так сказать, общения с окружающим пространством временем, но на сегодняшний день, так сказать, всё упирается в стык философии, физика, медицина, математика выше и так далее, и так далее, и так далее. А на самом деле всё это едино, ведь, так сказать, Эйнштейн пытался создать единую теорию поля, когда существует некий механизм, который объединяет все известные энергии на каком-то определенном уровне и позволяет, так сказать, видоизменять вот это вот начало существующего вокруг нас пространства. Всё дело в том, что, ну, даже вот слово «человек», оно объясняет очень многие вещи, происходящие у нас. Чела – это ученик, санскрит – это древнеиндийский язык, а век – это сто лет. Значит, чела – век. Век живи, век учись. Слово «культура» – тоже очень интересный перевод с санскрита. Это культ поклонения, ур – свет, поклонение свету, отсюда ура – к свету. То есть существует некий информативный базисный свод законов, который всегда открывал человеку, который стремился к знанию, доступ к этому знанию, ведь Библия или инструкция правил поведения на эти вопросы однозначно отвечает – стучите, отворяй, отзовите, отзовутся. Да, возвращаясь всё-таки к методике психофизического воздействия, Вы сказали, что есть методы, когда человек может вобрать в себя это психофизическое воздействие, воздействовать на других. Всё-таки удел избранных или этому можно научиться как-то? Это результат труда и, скажем так, упорства отдельных личностей. Но во время, когда мы живём, процесс, скажем так, эволюционного развития резко ускорился, и эти же способности у человека можно раскрыть, а, правильно сказать, запустить механизм их реализации в жизни. Вот чем я и занимался. Я занимался разработкой обучающих программ, которые позволяли резко активизировать психические возможности отдельной личности. Реальные вещи это существует, да. Ускорение механизма принятия информации. Конечно, обработки её, реализации на практике. Ну, представьте себе, что мозг – это компьютер, и в результате обучения от пентиума 2 вы вдруг становитесь по возможностям психики пентиум 5. Скорость обработки решения задач. То есть, если раньше на решение какой-то проблемы у вас уходило какое-то определённое время, то по мере развития возможностей психики или интеллекта личности, решение будет само рождаться в голове, будете просто знать ответ. Но люди после такого специального обучения могут воздействовать на других людей психофизическим способом. Дело в том, что в процессе обучения по специально разработанным методикам и программам, автором которых я являюсь, каждому человеку закладывается код запрета на применение полученных знаний в противоправных целях. Человеку объясняется, что сделав то-то и то-то, то-то, он получит такое же результирующее значение. Ну, вот, скажем, в своё время, там, лет 20 назад, я читал лекции и ученикам предложил взять и украсть у кого-то из знакомых какой-нибудь предмет. В течение двух недель теряете ровно в два раза больше. Почему не рекомендуется найденную вещь оставлять себе, а рекомендуется её вернуть владельцу или сдать в органы, которые занимаются возвратом этих вещей? Потому что вещь имеет привязку к истинному владельцу, человек думает об утерянной вещи, понимаете, да? И выступаете в противоречии с его психикой, психикой истинно происходящих событий. Ну, как это объяснить? Стоит продавец и обвешивает, очередь видит и молчит, а продавцы думают плохо, мысль материальна. Скажите, пожалуйста, возможно ли силой мысли менять свою жизнь? Мысль материальна. Как говорят французы, я в это верю, да. Ну, наверное, можно, потому что мысль сопряжена с желаниями, в первую очередь. Наши мысли – это сила, в принципе, чего там пожелаем, что задумано, то и происходит. Можно определённо. Более того, нужно ещё не только мыслить, нужно и озвучивать слух. И желательно людям, которые конкретно тебе могут помочь. Конечно. Только так это и делается. Мысли материальны. Ну, если очень захотеть. Не знаю, не пробовала. Ну, говорят, что нужно думать, загадывать желание, оно должно исполняться. Ну, вообще-то, наверное, надо попробовать. Все мы силы мысли меняем свою жизнь иногда. Мысли определяют действия, а действия определяют судьбу. Визуализируешь себе ситуацию, и она сбывается в дальнейшем. Сила мысли мне, мне кажется, если судьба человеку дана, то он будет идти по жизненной судьбе. Так оно и есть. Судьбу, мне кажется, нельзя изменить. Я думаю, что да. Я думаю, что всё возможно, пока человек не сделал осознанный выбор, и он может изменить свою жизнь к лучшему или к худшему. Это зависит от его. Дело в том, что традиционный образ мышления, скажем, человека, он узко специализирован. А вот расширение поля сознания позволяет подключить к решению проблем даже нестандартные механизмы и варианты решения этих проблем. То есть есть механизм, чтобы избежать воздействия извне, чтобы человек мог оградить себя какой-то истиной. Способ один. Поднять уровень развития сил собственного интеллекта. Ну почему, скажем, ниндзя закрывает лицо? То же самое удав и кролик, ползущий к нему в пасть. Там уровень развития интеллекта такой, что, взяв ваш образ, у нас же внешность у каждого своя, можно подключиться к вашему сознанию и начать им манипулировать. Так вот там открыты одни щелки для глаз, чтобы не было идентификации личности. В одной из книг вы писали про храм Василия Блаженова, про храм Покрова, где 9 куполов давали возможность. Ну, во-первых, мало кто знает, что 12 башен Кремля сориентировано на 12 знаков зодиака. Вокруг центрального купола храма Василия Блаженного, который символизирует Солнце, расположено ровно 9 куполов по числу планет системы, расположены так, как планеты располагались на момент закладки храма. Барма-постник, получая информацию из космоса, даже не зная о астрономическом строении Вселенной, мог строить этот храм, опираясь на силу какого-то собственного восприятия? Ну, во-первых, все столицы образованы не просто где-либо как, они на самых энергетических местах образованы. Ведь Москва, Кремль и так далее, это каверна, жерло бывшего вулкана, так сказать, очень энергетичная точка, выход энергии из недр земли. Причем каждая храмовая постройка находится над разломом и компенсирует определенные энергетические состояния, которые там существуют. В некоторых своих книгах вы писали про окружение Сталина, которое его спасало от психофизического воздействия на вождя и само могло оказывать какое-то влияние на его противников. Ну, дело все в том, что, во-первых, такие люди, как Ленин, Сталин, Гитлер, Фидель Кастро, Рус, ну, как ни странно, Владимир Владимирович Путин, это люди с незаурядной психикой, скажем так, люди экстрасенсы-экстракласса, которые обладают скрытым потенциалом, о котором могут даже не подозревать. И, в частности, вот, Иосиф Иосиф Иосифович Сталин, он как практик использовал, конечно, любые возможности для решения оперативного тех или иных задач. Ему сказали, Иосиф Иосиф Иосифович, есть подтвержденная практикой явление, что вот если с иконой пролететь вокруг Москвы, то ход событий изменится. Ну, он сказал, я как атеист, не понимаю, но добро даю, понимаю. Потому что все действия проходили, так сказать, естественно, по его распоряжению. Значит, когда экспедиция Боки вернулась после посещения Тибета, ведь ехали за информацией о будущем, как развиваться, как что делать, так сказать, как решать проблемы и вопросы тех или иных степеней. И что самое поразительное, после приезда экспедиции практически все участники исчезли. И мало кто обратил внимание, что началось строительство Байкал-Амурской магистрали, ведь были заложены первые рельсы, шпалы и так далее, и так далее. Причем это строительство продолжалось и в наши дни. Значит, одна колея, опирающаяся в гору на отметке 1200 метров. Бытует мнение, что это некий подземный комплекс, убежище на случай, так сказать, дня Х и возможных событий, которые могут произойти, так сказать, на Земле. Ведь общеизвестно, что дата 21 декабря 2012 года, она никем до конца необъяснима, не раскрыта. Но события, которые происходят в мире за последние пять лет, говорят о том, что это событие будет знаковым. Американцы, скажем, в Денвере построили подземный комплекс. Рядом крупный аэропорт с подземным туннелем, ведущим прямо из аэропорта, так сказать, в этот подземный комплекс. Европа построила убежище в Гренландии, убежище судного дня. И под предлогом сохранения, казалось бы, семян всех видов растений, туда завезены продовольственные запасы. Значит, Китай, ориентировочно в горе Кайлас, тоже создал правительственное убежище. Ну, до 21-го, еще, слава богу, два месяца. Вы не назвали в списке тех людей, которые сами могли оказывать сильное психофизическое воздействие, президента Ельцина, с которым вы много работали, и которого охраняли от внешних факторов. Как происходила защита, непосредственно защита Ельцина от каких-то психофизических воздействий? Ну, существуют приемы технологические, скажем так, которые позволяют сориентировать общественное сознание и мнение в нужную сторону, показ определенных фрагментов документальных, скажем, по центральным каналам телевидения, публикации в прессе определенной тематики. Решение этих вопросов можно осуществить очень просто. Скажем, выступление на митинге, две-три фразы сказанные, так сказать, для народа. Коллективное сознание отслеживает этот процесс. Понимаете, это и ход событий меняется в нужном направлении. У нас вообще все первые лица государства, так сказать, в отличие от американских президентов со службой охраны, понимаете, да, на несколько порядков мощнее нашей, за все время существования никаких негативов не имело. При Ельцине была принята программа, которая меня, например, даже название ее удивило, это обеспечение механизма принятия решений, дистанционного механизма воздействия на принятие решений. Разработка методов и способов, влияния на механизм принятия решений. Ну и столько встоял Фириас Рахимович Концеверов, так сказать, ответственный работник КГБ СССР. Значит, это человек, который обладал тоже незаурядными возможностями психики, он видел перспективу развития направления, скажем так, охраны деятельности, вообще движения научной мысли именно в этом направлении. И пытался как-то все это реализовать, так сказать, регулярно, насколько я помню, Рыжкову делались доклады, значит, привлекали серьезные средства для решения этих проблем и задач. Вы, занимаясь детьми Индиго, заранее программировали их на какие-то добрые поступки? Никто не занимается программированием. Это слово не соответствует истинному положению вещей. Приходя в первый класс, ученик с открытым ртом смотрит на второклашек, который умеет читать и писать. А во втором классе он со смешкой вспоминает о своих состояниях и испугом перед этим новым знанием. Вот есть определенная информативная база, которая открывает человеку, скажем так, круг новых интересов, новых возможностей и новой реализации их на практике. Вы знаете, в свое время мне задали очень интересный вопрос, Юрий Васильевич, а вот можно на карте определить местоположение, скажем, подводной лодки с ядерными боеголовками на борту? На что я ответил? Принесите фотографию командира подводной лодки или членов его семьи. Понимаете, да? И это будет реализовано на практике? Нет, не понимаю. Если честно, не понимаю, как это возможно. Но в 65-м-м-шестом году был задержан резидент американской разведки, у которого на руках оказались фотографии наших ведущих политических деятелей и так далее, и так далее. Когда мы захватили Берлин в одном из секторов, была обнаружена колония тибетских лам, на руках которых были фотографии Сталина. Для мысли расстояния не существует. Воздействовать на другого человека дистантно, дистанционно можно. На расстоянии. У них были фотографии Сталина и окружения, и значит, они могли влиять на его поступки. Конечно, отсюда неадекватность иногда поведения, так сказать. Я не исключаю, что Ельфий Срионович подвергался внешнему психофизическому воздействию. Вообще все перволицы государства подвергаются внешнему психофизическому воздействию в той или иной мере. Но это современные технологии, они существовали всегда. Значит, отказ Ельцина от президентства тоже может быть результатом психофизического воздействия? Вы знаете, я, так сказать, лично не рассматриваю отказ Бориса Николаевича как внешнее психофизическое воздействие. Все дело в том, что уход событий предрешен. Все события вокруг нас, они развиваются во вполне определенном направлении. Но в определенной экстремальной обстановке, в так называемый зловой момент, в ход этих событий можно вмешаться извне, изменить результирующее значение, заранее зная результат. Я первый раз услышал о парпсихологии, когда читал воспоминания Корчнова о матче в Багео, о докторе Зухаре. Это действительно могло такое быть? Ну, я в свое время выступил с предложением читать лекции для наших спортсменов, так сказать, и они бы реализовали на практику, скажем, 86, ну, ориентировочные данные, 82-86% золотых медалей на Олимпиаде. Китайцы же используют эти технологии. Психофизическая подготовка спортсменов. Ничего в этом нет сверхъестественного. Когда у человека открываются сверхвозможности, ничего невозможного для него нет. Иногда мы об этом читаем и удивляемся, как этот человек на арене цирка, убегая от льва, перепрыгнул в 12-метровую высоту стены. Понимаете, да? Эти процессы можно контролировать. Есть специальные технологии обучения этим процессам. Значит, расскажу маленький эпизод. Вот. Когда-то, так сказать, ну, на лекции одного из людей, которые, так сказать, на эту тему читались, попала обычная домохозяйка, бабушка, которая, так сказать, ну, просто, чтобы убить время, пришла на лекции и послушала. И после лекции задала вопрос, для чего я вообще тут была, не знаю, не понимаю. Через год она позвонила и сказала, я поняла, для чего ходила на лекции. Она вышла выбрасывать мусорное ведро на лестницу, а в комнате закрупнула стальную дверь с облоевскими двумя замками финскими. А в комнате щи на плите и, так сказать, ребенок трех- или четырехлетний, ну, внук. И она, не успев подумать о том, что она на практике может реализовать, ну, внук может ошпариться, представляете, да, щами, она ударила рукой в дверь, кусок бронированной двери с замками улетел внутрь квартиры. Причем она при этом не испытала ничего. Вот это основа каратэ, кунфу и так далее. Человек, который осуществляет там те или иные действия, так сказать, он... ну, скажем так, управляет окружающим полем структурным, он физически на него не воздействует. Мысль идет впереди руки. В 90-е годы все вот эти целители, которые вещали с экранов телевизора, Кашпировский и все остальные, все-таки имело какую-то... Ну, с Аланом Чумаком мы впервые встретились в филиале Института нормальной физиологии Анохина на улице Молдогуловой с Менделиновским профессором, так сказать. Я там читал лекции, Алан слушал ее. То есть Чумак мог оказывать воздействие через экран телевизора? Ну, все могут в той или иной степени. У Алана возможности, так сказать, с детства реализованы, открылись и на практике применяются как-то. Где человеку можно раскрыть свои способности и где научиться вот этому механизму? А вот организуйте интересный лекционный курс на вашем канале, и вы увидите, как люди начнут по-другому относиться к близким, друзьям, к знакомым. Если человек будет знать, что в этом мире наказуемо все, и он будет знать механизмы воздаяния, объясняемые современной наукой, то он никогда не будет поступать, скажем так, негативно. Ну, вот в Америке существует практика показа, так сказать, преступников по центральным каналам телевидения и каждые 30 минут объявления о их розыске. Массовое сознание разворачивается в сторону, чтобы их поймали, понимаете, да? И событийность сводится к тому, что их ловят. Это управление ходом событий, целенаправленное и целеустремленное. Могли бы вы назвать три фильма, три книги, которые действительно правильно отражают? Книга существует одна, именно с одним разделом. Рерих Николай Константинович «Семь великих тайн космоса». Ведь у нас Рериха знает, к сожалению, только как художник, и никто не знает, что это единственный из европейцев человек, получивший доступ в закрытый библиотечный фонд центрального Тибета. Экспедиция Рериха началась в Кашмире в 1925 году. Путь лежал через Гималайя на Хатан, по древнему караванному пути через Алтай и Монголию на Тибет. В составе экспедиции находились Елена Ивановна и сын Рериха, востоковед Юрий Николаевич. Вот как определял цели экспедиции сам Рерих. Кроме художественных задач, мы имели в виду отметить следы великого переселения народов. Эти задачи издавна близки мне. И он на протяжении всей своей жизни занимался переводом санскрита на наш славянский язык, информация. Информация там даже хранится в виде обработанных неизвестным на Земле листьев пальмы, на которых записана текстовка, он занимался переводами и всего этого. Земля посещалась, знание оставлялось. Значит, семь великих тайн космоса, только один раздел. И у вас сразу, вы поймёте, для чего живёте на Земле, почему одни счастливы, другие несчастны, что кроется за смертью. Значит, фильм рекомендую посмотреть, Бейбарс, советско-казахский фильм, необыкновенные песни Розы Рымбаевой, необыкновенная одна из первых ролей Куравлёва. Простой кипчахский мальчик становится халифом Египта. Путь, жизненный путь человека, понимаете? Да, уникальный. Ну и Русь изначальная, конечно. Вот когда вы смотрите этот фильм, эту дилогию, вы видите, когда в конце отряд из 300 русских воинов встаёт перед 50-тысячной армией легионов Рима, снимает с себя рубашки, делает определённый ритуал и выстраивается клином. И впереди вождь племени. И поражённый, так сказать, сенатор обращается к предводителю римского войска, что эти русские собрались сделать. А тот отвечает, они собрались умереть, но за каждого Роза мы заплатим как минимум 20-ю своими лучшими легионерами. А за ними идёт войско из тысячи человек. Розь непобедима, понимаете? Малым числом стали мы против большого войска, так не посрамим земли славянской. Ляжем тут костьми. Мёртвым нет срама. Что происходит? Барвары обезумели. Они готовятся к смерти. Не обретя славы, мы дорого заплатим за победу. Такова воля императора. Выполняй приказ. Хорошо. Начинаем. Иди и сразись с любым из них. Почему я? Тогда бери войско и побеждай. Это не моё искусство. А моё искусство. Сохранить армию и её достоинства. За этим отрядом варваров идёт тысяча. Спасибо. До свидания. С вами была программа «Панорама». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова